Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Хотелось бы ответить на известный вопрос, почему рукоблудие является грехом. Дело все в том, что когда человек настырно спрашивает про рукоблудие, то даже, естественно, возникает ответ на вопрос, что же тебя так эта тема интересует. Мы еще говорим, что для тебя это явно больная тема. Грех — это болезнь, болезнь души. Соответственно, все то, что нас уводит от Господа Бога, что все то, что уводит нас от духовной жизни, является грехом, то есть это болезнь. И, конечно же, учитывая, что в Священном Писании прямо написано, что духовная жизнь находится во вражде с плотской жизнью, а про тело, то есть про плоть сказано у апостола Павла, что тело не для блуда, а для служения Богу, то, конечно, блудная страсть является одной из основных телесных страстей. И давно уже известно, как развивается блудная страсть в человеке. Сначала это помыслы, соответственно, потом помышление, то есть когда человек начинает думать о каких-то уже действиях, это или блуд, или еще что-либо. Сегодня еще можно добавить это просмотр порнографии, соответственно, потом у человека грехи и рукоблудия. Ну, не обязательно просмотр порнографии, а в принципе рукоблудие, это входит еще и в привычку. Ну, а потом, если человек с этим не борется, то доходит дело до блуда, потом, если с блудом не борется, то уже и прелюбодеяния, и всякие различные совсем уже мерзкие блудные грехи, о которых и говорить мы не будем, потому что приличный портал все-таки. Так что если вы не боретесь с блудными помыслами, у вас будет рукоблудие, не будете бороться с рукоблудием, будет блуд и так далее. Это очевидно. Господь так устроил наше тело, что в те моменты, когда нашему телу нужен, как говорят, снять стресс, это происходит естественным путем, ночью и так далее. И, кстати, каяться в этом не нужно, если это произошло, да, и вы понимаете, это просто естественно какие-то вещи, никаких в этом проблем нет. То, что многим кажется, что ведь от рукоблудия или от мастурбации никто не умер, и я никого ничего не украл, соответственно, почему это грех? Ну, хочется заметить, что и зависть точно такой же грех. Когда вы завидуете, внешне это вообще никто не видит, а человек внутри просто погибает. Так что мы по разным причинам можем духовно погибать. И блудная страсть — это одна из телесных страстей, от чего мы страдаем. Так что не надо себя оправдывать. Да, церковь снисходит к людям, которые грешат рукоблудием, стараются их не наказывать, особенно те, которые живут вне брака. Понятно, что людям в этом стыдно как-то исповедоваться, но не придавайте большое значение, в том числе этой страсти. Это бывает, знаете, как приходит человек на исповедь, и ему слово рукоблудие произнести страшно. А вот слово осуждение ближнего совсем легко. Однако рукоблудие, ну, понятно, снисходим к немощи, плот есть плоть. Как говорил святой Иоанн Стауст, наступает даже на период буйства плоти. А другое дело, когда ты осуждаешь, когда ты высокомерный. Ты реально можешь лишиться царства Божия, да, по той причине, что всем известно, не суди да не судим будешь. И какую меру меряешь, такой тебе и возмерится. Так что не, с одной стороны, не делайте из мухи и слона, но с другой стороны, и не надо отрицать мух. Вот так на мух не обращаешь, потом и основное, то, на чем мухи летают, придут. Так что помоги Господи в борьбе с этой страстью, дорогие друзья, вот, и не стыдитесь в этом исповедоваться. Пусть Господь вас хранит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.